это не лолита я знаю что лолита это самая известная я не прочитала он смешной человек очень хороший автор не дождусь прочитать и он грейсенька покажи мне эту обложечку на боков на боков на боков на боков на боков на боке лежал ну типа того да на боков от этого идет до на боков конечно серия интервью на английском она называется сильные мнения то есть серьезный он он давал ему это в каком году на боков значит да как я поняла давал интервью 1973 года да он давал интервью 90 90 он давал интервью американским журналистам именно да и английском и английским журналисты здесь в листе это просто коллекция этих интервью оказывается он очень он был очень смешной человек с юмором с юмором я не помню в каком году он умер но короче там потом я проанализирую в был состоянии ну да ты конечно меня поразило что ты читаешь такие вещи да посмотри покажала я только я знаю я знаю грейс я знаю что ты в курсе вообще всего 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 на свете философе да да французский да ух ты моя хорошая очень серьезная книжка про постмодернизм посторонних на самом деле может быть интереснее если жизнь вокруг нас происходит движуха 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 это движуха это настоящее жизнь до дайте нам знать если вы больше согласны со мной и с галой были помните нажимать subscribe и и грейсенька три секунды расскажи you have a travel to germany да я художник если вы не знаете я будут экспозиции которая германия и я поеду в германию потому что 1 июня ты улетаешь в берлин теперь такой тренд есть что в старых производственных зданиях делают галереи молодых художников и в лейпциге будет такая галерея где будет ой что-то у меня свет как тебя а вот закрой а вот замечательно грейсюш где а там у нас конечно кофта моя висит но бог с ней на двери движух да вот там значит грейс у тебя сколько там несколько картин будет или сколько 5 картин грейсечки мэтью там выставляет несколько картин да вот и короче грейс с мэтью едут в германию и будут там присутствовать единственные американские молодые художники в германии приедут туда да я имею ввиду присутствовать там будут единственные и будет я думаю интересно короче вы будете берлине в лейпциге в основном да ну а там видно будет там уже вы сориентируетесь куда поехать ну у тебя будет замечательное время грейсечка у тебя впереди так здорово хорошие у тебя планы я очень рада и себе больше 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 себя вести не вести я ищу слово я забыла слово вести вести нет вести Грессенька, ну ты же, ты же никогда не заканчивала никаких художественных училищ, ты никогда не заканчивала даже художественных школ. Нет, я там, я давала класс, я в старшую школу одну, один сделал искусство, и класс один в университете сделал искусство. Теорию изучала, да? Нет, саму искусство. Но никто не учил, на самом деле рисовать, все классы были про как, как это там, ткань, на рамку натянуть. Ага, канву на рамку. Канву на рамку или как правильно цвета, как бы, если я хочу, например, кофту нарисовать как цвета правильно. Смешивать или подбирать тон правильно. Ты сама это, да? Да, но на самом деле рисовать никто, блин, не учил тебя, ты сама до всего доходила. Это я с ютуба научила. Ага. Ты всегда, как будто ты шутишь, что все можно, как бы, выставить на ютубе, но это самая неправда. Грейс, а вот такой вопрос, а вот я, вот мое художественно ранее не повлияла тебе, вообще я вот повлияла на тебя в чем-то? Да, очень сильно. Да? Твоя картина Гераниума висела в нашем доме несколько лет. Я всегда знала, что дедушка Толя был художником, ты была художницей. Мама почему-то ничего не рисовала. Грессенька, это сама? Ой, я могу рисовать. И я знаю, что ты Боб Росс смотрела и решила, может быть, попробуй. Это самая худшая картина, которая у меня была. Герань вот эта вот. До сих пор где-то в Томехеле там сидит. Это самая худшая. Я просто вообще в шоке. Но, по крайней мере, толчок какой-то, может быть, был. Но я уже этому рада. Но я про это молчу, конечно. Очень сильную импрессию на меня дала. Ну да, это уже хорошо. Потому что в то же время я поняла, что у людей есть хобби. И просто потому что профессиональный человек, не художник, все равно можно следить домой и как бы себя пообразовать и, правильно я сказала, пообразовать. Да, да. Пообразовать и научиться что-то новое и потом рисовать, например. А если человек талантливый, все равно вот этот, как говорится, талант, он все равно, вот он найдет свой путь, свою тропинку, свою дорогу. И все равно это возможно что-то, да. Недавно Матлея дедушка спросила вот тоже типа сам, если я правильно помню. Потому что дедушка в музыкальной группе в Мексике. И она особенно местная, очень известная. Это спросила, если как бы то, что он музыкант, как бы действовал на Матвея, когда он хотел быть художником. Потому что это необыкновенное, особенно если в месте, где все фермером ставаются или что-то. А здесь в Матвея сказал, да, конечно, это просто классно знать в голове. Ну да, это как-то вот это подсознание такое. Да, поддерживает как бы душу, не знаю. Да, да. Как ты правильно говоришь, Грейс. Душу поддерживает. Спасибо. Грейс, ты на русском общаешься раз в два месяца и то. Мы с тобой последний раз виделись, когда мама приезжала. Это было месяц тому назад, и то мы немножко общались. А ты на русском языке книги не читаешь? Не пробовала? Я могу слово прочитать, но не очень. Трудно, да? Больше будешь энергии тратить на перевод мысленный, чем на само удовольствие. То есть я через буквы... Бывают слова, которые я просто... Я вижу, я знаю. Хлеб или хорошо, если что. А потом бывают слова, где я это слово не видела. Я там буквы на букву, по букву так. Ты будешь больше времени тратить... Да, я понимаю. Ну зато я же как-то французский догадала, потому что не могу французский читать. Да. Но я думаю, что скоро в Россию поеду, но бывают моменты, где я могу разговаривать на русском. И зато я просто думаю, я на YouTube посмотрю русских ютуберов. Есть всякие. Из каждой политичной части политики даже. Да. Все очень интересные. Да. Я просто... Главное мне, что я не забуду разговаривать... Говорить на русском. Говорить на русском. Даже если я иногда забываю слова и грамматики иногда у меня... Смешивать и ларту. И что я могу понимать русский. Потому что иногда кто-то... Редко, что они русские, надо подойдёт ко мне на поезду. И я могу сказать... Where is your accent from? And they say... И они всегда так грустно говорят... А, акцент русский. Так, теперь... Сейчас будем готовить кофе вкусный. Какой-то канал на телевизоре. Называется MTV. Компания модная с молодёжей. Достаточно. Одной рукой неудобно. Так, обязательно открываем крышечку. И делаем маленький огонёк. Вот такой пока. И ждём. Так, здесь мы закрываем. Это очень красивый формат. Сори. Не получается. Как угодно. Тебе просто привезти кусок, если ты не хочешь. Так, у меня есть вот такие турки для кофе. Медные. Прямо из самой Турции. Медные. Хорошие. У меня есть такая вот эспрессо-машин. У меня есть пресс-машин для американо. Турции. У меня есть такая простая турка. В моём субе было очень много курицы. Я очень много курицы съела. Сейчас будем готовить молоко. У меня есть такая вот воронка для очень простого кофе. И вот эта эспрессо-машин фирмы Биолетти практически есть практически в каждой итальянской семье. И эти очень качественные кофе-машины эспрессо передаются из поколения в поколение даже в этих семьях. Это очень качественная штука. И у нас такие тоже есть. И мы очень довольны качеством приготовленного кофе таким способом. Сейчас буквально через одну минутку забьёт гейзер. Кофейный гейзер. Прошло полторы минуты и начинается приготовление кофе. В это время я делаю очень маленький огонёк. Это быстро происходит. Ещё огонёк делаю меньше. Всё, кофе готов. Теперь молоко у нас нагрелось. И взбиваем пенку. Это не сладкая, просто простая. Прорывается от неё, но... Да. Вкусно. Мне она очень нравится. Обывается без газа или сара не открываешь там бутинки. В ресторан подозревает её воде без газа. Теперь берём... А, убивает. Да, убивает. Не убивает. Это правда. Моя любимая... А виноградик ты поела, Костя? Да. Немножко, да. Я застряла на брокколи. На мясе. На креветку. Мне вот это вот нравится с брокколи. вот это мясо. Кофе готов. Грисенька, а ты можешь открыть тортик? Уй, сейчас будем кофе с тортиками пить. Кофе? Нет, называется кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok